В прекрасном замке жила королева. Родилась у нее дочь, о которой она мечтала. У ребенка были черные волосы и белоснежная кожа. Поэтому и назвали ее Белоснежка. Вскоре королева умерла. Недолго горевал король. Через год он привез во дворец новую королеву. Была она красивая, но злая. С собой женщина привезла волшебное зеркальце. Каждый день она любовалась в нем своим отражением и задавала ему один и тот же вопрос. Кто красивее всех на свете? Зеркало всегда говорило только правду. Поэтому оно честно восхваляло красоту королевы, и женщина сияла от счастья. Белоснежка росла, и с каждым годом ее красота расцветала все ярче. И вот в очередной раз, говоря зеркалом, королева услышала в ответ, что теперь не она красивее всех на свете, а Белоснежка. Терпеть такое в собственном дворце королева не собиралась. Она приказала верному слуге завести принцессу в непроходимую чащу и убить. Но не смог слуга даже ради королевы убить милую девочку. Он привел принцессу в темный лес и отпустил. А сам вернулся в замок и сказал королеве, что выполнил ее приказ. Долго принцесса бродила по лесу, по дороге ей помогали всякие лесные обитатели. Белоснежка была очень добра к ним, и поэтому они сильно подружились. К вечеру принцесса случайно наткнулась на маленький домик. Она зашла в него и увидела, что в доме никого нет. На столе было накрыто на семь человек, а в спальне стояло семь кроваток. И все в этом доме было очень маленьким. Поэтому Белоснежка поняла, что здесь живут семь маленьких человечков. После долгой и трудной дороги она прилегла на одну из кроваток и крепко заснула. Поздно вечером домой вернулись семь гномов. Они сильно удивились появлению неожиданной гости. Спящая Белоснежка была так очаровательна, что гномы решили дать ей поспать и не стали ее будить. Наступило утро. Белоснежка проснулась, увидела семь гномов и испугалась. Но они были ласковы с ней, и девочка рассказала о своей беде. Белоснежка им сразу понравилась. И гномы предложили ей остаться жить у них. Тем более, что она согласилась взять на себя заботы по дому, готовить еду, стирать и убирать. Каждое утро гномы уходили в горы добывать золото и драгоценные камни, а возвращались поздно вечером. Уходя на работу, они предупреждали Белоснежку, чтобы она опасалась злой мачехи и не открывала двери незнакомым людям. В это время королева, как обычно, отправилась в тайную комнату, чтобы поговорить с волшебным зеркалом. Но зеркало внезапно сказала, что не она красивее всех на свете, а Белоснежка, что принцесса по-прежнему жива и живет у гномов в домике. Королева сильно разозлилась и решила сама разобраться с Белоснежкой. Она отправилась в потайную комнату и приготовила там ядовитое-приядовитое яблоко. Было оно снаружи очень красивое, но если бы кто-то съел хотя бы кусочек, то непременно бы умер. Когда яблоко было готово, королева переоделась в старую торговку и пришла к дому гномов. Увидев милую старушку, Белоснежке стало жалко ее. Она ничего не заподозрила и вышла из дома. Старушка угостила девочку спелым яблоком и сказала, что если она съест это яблоко, то навсегда останется молодой и красивой. Белоснежка поверила ей. И только она надкусила яблоко, как упала замертво и перестала дышать. Довольная королева отправилась во дворец. Вечером гномы вернулись с работы и увидели Белоснежку, лежащую на земле. Она не дышала. Они так громко рыдали и причитали, что их плач услышал прекрасный принц, который охотился в лесу неподалеку. Стало интересно ему, что это за вой такой поднялся, что распугал всех зверей. И когда королевич нашел дом гномов, то увидел Белоснежку. Она была такая красивая, что молодой принц сразу же влюбился в нее. Он уговорил гномов забрать ее с собой в замок, ведь там у него есть доктора, которые смогут вылечить Белоснежку. Гномы разрешили. Тогда королевич велел своим слугам нести принцессу на плечах. И когда они несли ее, случилось так, что слуги споткнулись о какой-то куст и от сотрясения кусок ядовитого яблока выпал изо рта Белоснежки. И она очнулась. Увидев молодого принца, девочка тоже полюбила его и согласилась выйти за него замуж. На свадьбу они пригласили и злую мачеху. От злости, что Белоснежка еще жива и что теперь ее ждет долгая и счастливая жизнь, королева разбила волшебное зеркало и больше никогда в него не смотрела. Жила однажды женщина, у которой не было детей. Отправилась она как-то раз к доброй колдуньи за помощью. Женщина сказала, что мечтает о ребенке. Колдунья дала ей зернышко и велела посадить его в цветочный горшок. Женщина очень обрадовалась, поблагодарила старуху и пошла домой. Дома она посадила зернышко, полила его и стала терпеливо ждать. В скором времени в горшке вырос большой чудесный цветок, похожий на тюльпан. Когда его лепестки раскрылись, внутри оказалась крошечная девочка. Она была очень маленькая, не больше дюйма. Поэтому женщина и назвала ее дюймовочкой. Однажды ночью, когда дюймовочка крепко спала, на окно дома взобралась большущая жаба, мокрая и безобразная. Она схватила спящую девочку и поспешила на свое болото. Жаба решила женить своего уродливого сынка на красавице дюймовочке. Она посадила ее посередине реки на широкий лист лилии, чтобы девочка не сбежала. Утром дюймовочка проснулась и поняла, что она не дома, а вокруг нее вода. Когда девочка поняла, какая страшная участь ее ожидает, она горько заплакала. В этот момент мимо проплывали маленькие рыбки. Им стало жалко дюймовочку. Они перегрызли стебель лилии, и листок поплыл по течению вместе с девочкой. Мимо пролетал крупный жук. Увидев красивую девочку, он схватил ее и унес на дерево, где представил своим знакомым. Все они завидовали ее красоте, но сказали, что дюймовочка очень некрасивая, и не может находиться в их обществе. Под давлением знакомых, жук также решил, что она безобразна, спустил девочку на землю и попрощался. Все лето дюймовочка жила одна в лесу. Из травинок и листьев она сплела себе колыбельку. Питалась она цветочной пыльцой и росой, в ясную погоду грелась на солнышке, а от дождика скрывалась под большим листом лопуха. Но вскоре пришли холодные дожди и ветра. У дюймовочки не было зимнего наряда, и она стала мерзнуть. Девочка страдала от голода и холода. И однажды ее приютила полевая мышь. Они славно зажили вместе, девочка помогала мыши по хозяйству, рассказывала ей сказки, а взамен получала теплое жилье и пропитание. У полевой мыши был сосед, богатый слепой крот, который тем и занимался, что все время пересчитывал свое богатство. Даже будучи слепым, крот понял, что дюймовочка очень милая, и предложил жениться на ней. Но девочка была совсем не рада этому, ей не нравился скучный крот. Однажды, гуляя по подземным переходам, дюймовочка увидела раненую ласточку, которая чуть не умерла от холода. Всю зиму она ухаживала за больной птичкой и к весне вылечила ее. Перед свадьбой дюймовочка попросила мышь отпустить ее наверх полюбоваться напоследок солнышком. Когда она вылезла из мышиной норы, то увидела ласточку, которую вылечила. Дюймовочка пожаловалась птице, что ее заставляют выйти замуж за противного крота и жить с ним глубоко под землей. Ласточка предложила девочке улететь с ней в теплые края, и та согласилась. Она быстро попрощалась с мышью, забралась на ласточку, и они улетели. Оказавшись в чудесной стране, дюймовочка увидела огромную поляну с прекрасными цветами. Она выбрала себе самый красивый цветок для жилья. Вдруг, она увидела в цветке такого же маленького человечка, как и она, только с крылышками. Это был король эльфов. И в каждом цветке жил эльф. Прекрасный эльф никогда не видел девушки такой же маленькой, как и он сам, да еще и такой красивой. Он сразу влюбился в дюймовочку, и предложил ей стать его женой, королевой эльфов и царицей цветов. После всех своих приключений, девочка была счастлива услышать такое предложение от очаровательного принца. Она с радостью согласилась. Эльф взял дюймовочку за руку, и в тот же миг у нее за спиной появилось два крыла. Теперь она стала королевой эльфов. И с тех пор они жили долго и счастливо.